...бросаные на задворках, понимаете? И вот поэтому, а правительство выставляет так, что вот там, значит, посмотрите, безобразие какое, что это каменный век и все просто. Они же не показывают наши центры хорошие. Это во-первых. Во-вторых, смотрите, что вчера показали по телевидению в новостях. Сказали, что Беларусь единственная республика, которая сражается в одиночестве, чтобы... Ну, раньше раньше... Он России не хочет, никто не хочет. Это было что-то? Было. Понимаете? Так хорошо, подождите. Вот представители там России были. Что они говорят? У нас же единое таможенное пространство. Они все время пишут, что товары, работающие, работающие, понимаете, было... А что он еще скажет? А почему они не понимают? Почему? Почему мы, допустим, в Москве не имеем права брать товары? Понимаете, вот... Весь мир торгует... Да неужели турки там, или итальянцы, и греки, дурнее нас, что это... Весь мир торгует... Нет, но она сказала, что у них есть документы и все такое прочее. Ну, а что вы хотели, чтобы она вам ответила? Она сказала такой вещь, что если у нас предприниматели попадают уже под эту раздачу с большими документами, то у нас существует презумпция невиновности. Мы на примере уже видели, полюховая изминская предприниматель попала под презумпцию невиновности. Распадали по полной программе. Волокс, КНП, сегодня принадлежение совершилось. Опять же, где презумпция невиновности? Приснали виновной. Так вот, что нас ожидает, если мы выйдем работать по этому базу. Конечно, конечно. Обратите внимание, что вчера в передаче по ОНТ было конкретно сказано, что создается база липовых контрагентов. Ну, я как по простонародию говорю, да? То есть, если ваша накладная признается, что она липовая, значит, вы заноситесь в эту базу. Понимаете? То есть, вы уже человек опасный. И, естественно, вас будут проверять. За проверкой что следует? Книжкация штрафа. Шутки, вы с вами по липовым документам. Они вам тоже сказали, что по липовым документам вы не сможете работать. Смотрите, а как может предприниматель знать, он какую он накладную взял или это? А как вам не может подниматься? Совершенно верно. Фирма существует в реестре. И по сути своей, дальше никаких действий мы не должны. Бегать и проверять. Знакомиться, как нам из налоговой инспекции министр предложил. Она должна бегать на фирму, знакомиться с руководителем.